Прочитав ваши советы, я решил метнуться в мёртвый город, чтобы забрать две важные для меня вещи. После я отправился в бар, но путь был очень опасный, через деревню кровососов. В баре я планирую взять квесты и отправиться на южные локации, чтобы рожиться хорошим хабаром. Но кто бы знал, что на подступах бара, меня будет ждать кое-что опасное. Не буду сплелить, просто посмотри это видео. И да, теперь каждое видео я буду вставлять топ-комментарий из предыдущей серии. Один из них вы уже видите на своём экране. Ну и как обещал, серия получилась большой и насыщенной. А перед просмотром не забудьте кликнуть по кнопке подписки, колокольчика и лайка. Ну а я продолжаю свой путь. Ну что, ребят, мы продолжаем выживать в ДТРе с одной жизнью вместе с Голдманом. Сейчас я вернулся по просьбе одного человека в мёртвый город. Без происшествий всё, я нормально, удачно добрался. Вот, наёмников нету, мутантов нету. А зомберных я обошёл, потому что пойти как и в тот раз. В общем, мне просили вернуться вот к этому зданию, потому что здесь, здесь есть контейнер для артефактов. А ещё мне сказали, что у меня ДЧ, это просто радиация. Её надо выводить как можно быстрее. Поэтому давайте сейчас выпьем водки, чтобы вывести радиацию. О, подождите, стоп, мне кажется, я не то выпил, да? Ага, стоп. А у меня от радиации что-нибудь есть или нет? Антирад. Мне просто скажут, что у меня радиация очень жёсткая. Ладно, несу, давайте-ка мы сходим на последний этаж, как мне сказали. И там должна быть вещь, которая мне очень такая, ну, пригодится, так сказать. Вот, сломаем эти ящички. Может быть, что-то тут будет интересное. Можно аптечку, пожалуйста? Нижнее бельё, газеты, купинские сигареты. Нет, тут ничего интересного нету. Жаль, жаль, конечно. Так, ладно, давайте поднимемся на последний этаж тогда. Что такое? Пильвизор какой-то. Ладно. Вроде никого нету. У меня в мёртвом городе больше. Это очень хорошо, это мне на руку будет. Потому что встречаться мне с кем-то больше не хочется совсем. Где наёмников мы прогнали. Правда, там есть один человек, который бунтует. Что ты наёмников убил? Это мои друзья. Но, срать. Мы выживаем, они мне мешали. Вот. Зато у меня теперь снаряга. Я запистрел уже третью серию у Игоря. И скажу так. Да, я нападаю. Да, я неаккуратно играю. Да, я такой вот плохой. На самом деле, нет. Просто мне нравится вот такая вот тактика моя. Ну, каждая своя тактика. Вот, как-то так. Поэтому, как-то так-то, оба-на. Да, мне сказали, что, типа, здесь можно подняться на последний этаж. И где-то... Ага. Слушайте. А вот и ящик, кстати. Позволяет закреплять артефакты. А, слушайте, классно. Всё. Это реально штука рабочая. Кстати, спать можно? Нет, спать нельзя. Класс. Так, точка здесь не показывается, где можно спать. Что такое рыбная консерва? На секундочку. Водка, на секундочку. Вот, кстати, водку можно выпить. Давайте выпьем водочку, чтобы у нас радиация выбралась. Потому что мне сказали, радиация у меня дохера и больше. Поэтому просто выводим и аккуратно идём в сторону, получается... А, не в сторону артефакта. Мы идём за артефактом. И почему-то у меня как-то быстро сейчас уменьшалось здоровье. Так, мне нужна упаковка конденсаторов. Но где я возьму её? На секундочку. Где мне её взять? Не знаю. Честное слово, не знаю, где мне взять её. Но придётся искать. Потому что меня тут сейчас тогда убьёт, если я так буду ходить. Ничего интересного, как обычно, в принципе. И, ребят, большое спасибо вам за невероятную активность под предыдущей серии выживания. Потому что там столько лайков, столько просмотров, столько комментариев. Большое спасибо за ваши советы, которые вы написали. Да, я классно упал. Белиссимо вообще просто. Просто бести молодец. Просто вот как можно было вылететь оттуда, чтобы потом вот так вот... Ладно, забейте. У нас есть это. А у нас есть чем-то, что сможет меня... О, да. Именно эти таблетки я искал. В классно упал вообще. Просто хп уменьшил себе. Молодец! Браво! Всё. Будем смотреть комментарии, как меня будут хвалить теперь. Классно. Красавчик. В общем, ребят, большое спасибо вам за поддержку под предыдущими сериями. Она просто была невероятной. Большое спасибо за комментарии, за советы, за лайки. И, в общем, я каждый ваш совет прочитал. Если такие были, а такие были и не одна штука, типа... Поэтому спасибо большое. Но я постараюсь учесть все ваши советы. Что это такое падает? Что это такое? Понятно. Так, давайте на всякий случай мы достанем... Ну ладно, давайте достанем это. И у нас есть сишка. Мне сказали, да, типа, здесь сишка есть. Я знаю, сишка у нас офигенная. Но патронов к ней у нас, конечно, не так много, как бы хотелось. Но есть еще 49 патронов. И этот нас заряжен полностью. Да, ну, в общем, целая обойма хороших патриков. Вот, как-то так. Поэтому выживем. Оба-на. Добрый вечер. Убираем артефакт. Так он радиацию поглощает. Восстановление здоровья плюс. Так, а вот это восстановление здоровья у меня, кстати, очень даже неплохо. Так, ребят, я вернулся на армейские клады. Вот, как-то так. И сейчас мы отправляемся в бар. Потому что я хочу немножко продать. Точнее, немножко продать дохера вещей. И закупиться. Это самое главное. Потому что мне надо купить уже броню получше, наверное. Потому что кожанокрутка идти, это, конечно, не айс. Не найс вообще идея. Поэтому просто идем в сторону бара. Да, я псих. Я конченный псих. Я иду через деревню кровососов. Это... Я сейчас, ребята, абсолютно ничего не комментирую. Потому что я прислушиваюсь к окружению. В том случае чего услышать кровососов... Там мне никто не попался. Это я прям... Мне осталось всего лишь чуть-чуть добраться до сюда. И все. Я надеюсь, сейчас тут никто не появится перед глазами, бля. Потому что если сейчас кто-то появится, я прям перезруюсь нахер и выключу игру. Понимаете, тут еще эмберн такой напряженный очень. Ёп твою медь-то, бля. Сучка такая. Как громохнул-то, бля, а? Падла. Осталось совсем чуть-чуть. Так, оружие. Опа-на. Плоти какие-то бегут. Очень и очень стрёмно. Обосраться нахер. Ребят, мы прошли деревню кровососов сбоку. Да. Боже, ребят, мы прошли деревню кровососов. Если бы я тех кровососов в троллих не убил бы, меня бы сейчас просто вот так вот. Все. Я бы сейчас просто боже трупом был. Я сначала подумал, что передо мной человек, кто тут заспалится, потому что я услышал вот эти звуки. Рации. Но нет, слава богу, никого есть нету, и поэтому идём просто в бар. Ну давай, бля. Твари. Мразоты. Сучки, бля. Мне всю хп сняли, мразоты. Гадины плевшивые, бля. Я так долго восстанавливал. Эту хп мне просто взяли и сняли. Херам. Всё. Всю мою хпшку сняли. Сучки. Я ненавижу собак. Я в жизни не люблю собак. А здесь тем более я не... Просто, бля, я не знаю, что... Такие на самом деле твари просто, бля. Подбежали меня, хлопнули. И всё. У меня теперь хп вообще просто мизерно. Я мог сейчас спокойно слиться. Я не... Ребят, у меня просто слов нет. Я в ярости. Это пипец. Я сейчас куплю дробовик на все деньги, который у меня есть. В жопу. Без дробовика ходить просто. Это... Я не знаю, что делать. Меня просто чуть не сожрали собаки. У меня ещё хп, блин. Я... Ребят, в ярости. Вот реально. Такие черти, а не собаки. А, ещё и туман появился какой-то. Класс вообще, бля. Спасибо. Просто браво. Браво, маэстро. Вы просто объясните, каким я чудом выжил нахер в этой ситуации. Просто объясните, что это за везение лютое. Я мог сейчас спокойно просто... А, у меня ещё этого нету. Класс. Давайте-ка тогда съедим. Я думаю, что у меня стамина уменьшает за выстрел. Потому что я голодный. Потому что ты голодный. Что ты такой тупой, блин? Блядь, у меня... Ну, хоть хп восстанавливается, поскольку. Спасибо на это. Не, ну, это дебилизм, ребят. Это просто... Сейчас бы сдохнуть от собак в третьей серии. Это, конечно... Да, это... Короче, просто продолжим. Это реально без слов. Если отсюда выпадет, кстати, артефакт, это будет офигенно. Бинт. Набор дорожига. Это очень хорошо. Да, я сейчас мог легко просто сдохнуть. Это же пипец. Третий... В третьей серии сдох. Ладно, там в пятой, как Игорь, постоянно, подыхал. Но в третьей... Ну, я не знаю. От собак можно было убежать в другую локацию. Но это не выход вообще. Это не по-мужски. Поэтому, мне кажется, я сделал всё правильно. Хотя надо было на всё плюнуть и просто убежать в другую локацию. Но нет. Нет. Я всё сделал правильно. Мне, кстати, ещё сказали, что карты нельзя было выкидывать. За них... Точнее, за херню, которую карты сдаёт. Типа, за неё можно было получить неплохие деньги. Но я дебил, я их выкинул. А ещё я хотел поспать, а у меня уже 5 утра. Класс. Класс. А ещё, сказали, сигареты выкидывать не надо. А я их выкинул. Офигенно. Просто. Да. Нет, у Игоря в этом плане больше шансов. Он более опытный в деде, чем я. Но... Мне кажется, я достаточно везучий человек в Сталкере. Поэтому... Вы сами знаете, я играл с одной жизнью в ТЧ, в Чи, в ЗП. Прошёл с одной жизнью всю трилогию Сталкера. С одной стороны, это везение. Поэтому здесь я тоже надеюсь на везение, с одной стороны. Поэтому надеюсь, всё будет хорошо. И, кстати, давайте к моему отношению так вот... Стоп, текстом. Бармен совсем уже зажрался такими ценами. Выдавиться проще, чем что-либо купить. А, ну да. Мужика, ты чё, есть один, что ли? Я не понял. Кстати, хпшечка у меня потихоньку устанавливается, да? А, нет. Ух ты. Чувак в ТБшке, кстати. А ты, командир? Работа есть? Древесный уголь. Ну, давай попробую найти древесный уголь вам. Может быть, и найду, кстати. А это и деньги, типа, и лишние. Лишние деньги никогда не помешают. Поэтому, да, берём квесты. И сейчас получается... Так. Что у нас? С долгом, с долгом мы нейтралы. Отлично. Ну, тогда погнали в бар. Какая здесь прикольная музычка, кстати, играет у долга. Мне нравится. А тайники вообще уже третий тайник пустой. Охерить можно. Спасибо большое за тайники. Просто огромнейшее спасибо за эти тайники 20 века черного цвета. Точнее, пустого цвета, я бы сказал даже. Ну, серьёзно, тайники у меня тупые попадаются. А тем временем хп у меня устанавливается неплохо. Ух ты. Офигеть. Ну, это всё благодаря вот этой вот херне. То есть, она поглощает радиацию. И даёт только положительные эффекты. А тут у меня ещё ломать мясо. Это вообще же замечательно, ребят. Кстати, там аномалии есть. Но там я пока шляться не буду, потому что это слишком опасно. Так, я надеюсь, меня сейчас долг тут не херакнет. За то, что я пришёл к ним на территорию. А надеюсь, что нет. Так, давайте-ка мы зайдём. Вот как казаки сегодня по хорошей цене продаётся. Кому интересно... Так, здесь жгучий пух. Не подходим. Тихо. Он не заминирован. Если бы сейчас было заминировано, это было бы, конечно, ГГ. Так, стоп. У меня хп восстанавливается или уменьшается? Я не понимаю. Давайте мы шоколадку, что ли, съедим. Так, ну меня перевезли, ребят, до сих пор. Давайте-ка тогда, я не знаю, выкинем одну. А, хотя нет. Граната, 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 граната. Нет. Гранат я не выкинула. Вот это можно выкинуть, ящик. Вот это можно выкинуть, да. Пока что это выкинем. Погнали сразу к Петренку, посмотри, что у него имеется. Он долго, кстати, я... Которые были в первой серии. Хех-хех. Здорово, педик. Нормально всё. Чё у нас? Так, свобода. Нет, а есть что-нибудь ещё? Логово. Давай, логово. Так, свобода. Нет, ничего. Всё, отлично. Так, что у тебя есть? У тебя есть пяти... А, у тебя тозик? Серьёзно? Кстати, что у тебя по костюму? 48 тысяч. В шлемаку что? 13 тысяч. Блин, слушай. А не дохерали? Кстати, а чё можно продать? Можно источник цвета продать, в принципе. Да я... Хотя нет, лучше сожигалку, мне кажется, продам. Да, так будет правильнее. Вот. Гранат у нас три. Давайте-ка одну продадим за что-то рублей. Почему бы и нет. Дозу глюкозы продадим. Это что у нас такое? Насыщение ампуломорфинов. Продадим. И вроде бы всё. Личный дневник давайте тоже продадим. Вроде бы так. Так, это тоже можно продать, в принципе. И всё. Да вроде бы да. Да вроде бы да. Кстати, а калаш надо было взять. В Бернгом городе. А, у меня же веса не хватит, блин. Точно. Так, военностимулятор. Я, пожалуй... Нет, так, там логу мутантов. Но мне сказали то, что можно натравить. Точнее, мне сказали, а я в комментариях прочитал, что можно натравить собак, либо просто переспать. Тогда они... Тогда квест сам как бы выполнится. Вот. Мы это провернём. То есть, я хочу, чтобы он... Этот квест завершился сам. Без моего участия. Кстати, а тем временем у меня ХП полное. На секундочку. А, у меня еда заканчивается, потому что у меня это висит. Слушайте, точняк. А давайте-ка нет, восполним до конца ХПшку. Тогда мы снимем его. Здорово, здорово. Здорово, Агалая. Говорит Игорь. Так, ну, слушайте. ХП меня почти восстановилось. Это офигенно. У меня теперь полная ХПшка. Да? Меня собаки поранили неплохо. Но ХПшка восстановилась. Это самое-самое главное. Да, ещё чуть осталось прямо. Поэтому давай, восполняйся до конца. И всё, я тебя сниму. Я думаю, в принципе, можно уже снять эту херню. Как бы у нас уже ХП восстановлено полностью. Блин, что же с тупой лестницей такая? Боже мой. Серьёзно. Самая тупейшая лестница это. Капец, он даже устоит, когда я поднимаюсь на лестнице. Охренеть можно. Дядь, ну ты серьёзно. Давай, дядь, залезай. В смысле? Он не может залезть. Господи, инвалид какой. Господи, такой инвалид. Он не может залезть на лестницу. Что это? Убейте меня, пожалуйста, ребят. Он не может залезть на лестницу. Как это понимать? У меня опять ХП уменьшается. Что ты будешь делать? У меня водки нету, да? Сигарета. Сигарета. Все излучения устанавливают. Блин, это не то. У меня ХП опять уменьшается. Всё же, походу, радиация меня просто херачит. Надо сейчас будет срочно купить водочки у бармена. Я хочу вот тут тайник обыскать и пойти к бармену. Надо купить у него водочки. И купить детали, наверное, чтобы можно было собрать дозиметры. Потому что без дозиметра я хожу до сих пор. Но мне нужно залезть, что творится просто. Просто глядь, что творится. У меня есть халявная аптечка, ребят. И мне кажется, я сейчас ломать себя спрятать не буду. Потому что я... Он восстанавливает ХП. А мне это очень понадобится. Да, они пустые все. Все пустые тайники. Охереть можно. Ладно. Мне кажется, надо надеть опять. Самое страшное место в ДТРе. Это вот эта вот лестница. Это вот эта вот крыша. И вот этот вот куст. Но трупа здесь нету. Наверное, уже вынесли. Ну и знаете, о каком труп я говорю. Просто тайники все пустые. Алло. Ясно всё. Блин, ты ба. Ты с кем там говоришь, чел? Кстати, у меня почему-то бронь неплохо ломается. Так-то. Так, ну что у нас тут находится? Давайте-ка глянем. А, я думал, что он просто заминирован. Но нет. Ладно, давайте-ка вот это выкинем тогда. Пока что, да. И погнали в бар. Ну, здорово, бар. Ооо. Знакомые лица. Здорово, бармен. Подойдите сюда, пожалуйста. Бартишка, всё замечательно. Слушай, работа есть. Поиск провизия. Не знаю, что надо найти. Ну ладно. КПК давай заберу. Вроде всё. Хорошо. Кстати, можно продать. А тебе продавать можно мало чего. Поэтому давайте-ка вот это продадим и всё. Так, продадим ему ещё, мне кажется, вот эти сигареты. Да, вот эти можно. Мясо, кстати, продать. По неплохой цене такой. Хотя лучше мяснику это взбагрить. Ай, дебил. Ладно, потом буду мяснику продавать все вот эти вот всё равно. Кстати. 46 тысяч, блин. Заряд. Слушайте. Вот, кстати, симк. Вот эта вот херня, которая у нас находится. 6 тысяч она стоит. Нифига себе. Так, давайте-ка мы купим водку за 900 рублей. А, у меня была водка, слушайте. Ну ладно, ещё купим. Потому что, мне кажется, у меня водки просто, точнее, радиации дофига и больше. Тут ничего нет. Ой, тихо. Тихо, тихо, тихо. Дарова, мужики. Так, старый хлеб. А у тебя есть работа, кстати? Информация для тебя какая? 7 КПК. Держи. 10 тысяч! Слушайте, не зря продал РКПК ему. Так, слушайте, а к тебе можно пройти, бармен? Мновение через сотни лет. Так, 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 так. У нас, кстати, есть один уголь. Или мне показалось? Нет, у нас есть один уголь всё-таки. Древес надо ещё будет найти два. Мешка. И можно будет сдать тогда долгу в целом. Давайте глянем, у нас есть радиация или нет? Надеюсь, что нет. Очень хочется, чтобы у нас опять уменьшалось это всё дело. Лист лёгкой ткани. Класс. Ну, вроде пока не уменьшается. Слушайте. Одна палка и одна наполовину закрашена. Хорошо. Запомним. У нас мои вещи. А, я перед гир... Ага. Здорово, агал. Так, я хочу тебе продать, кстати, все защиты оставим. Я думаю, вот это будут продать бы монетки всякие. Набор дорожек. Откуда ты у меня взялся? Откуда? Вот это можно будет продать. Так, техник, здорово. Хаюшки, да. Работа есть, инструменты, бла-бла-бла, понимаю. Подожди, а ты... А, ты не продаешь как? А, это в аномали он продаёт всякие... Всякую херню, ладно. Так, вот тут у нас ещё один тайник имеется, кстати. Он пустой. Кто бы сомневался, что он пустой? Боже. Так, здорово, парни. Медицинская помощь. Что? А, ты у нас медик, что ли? Так. А, ты у меня можешь купить? Три сто? А, это обмен. Слушайте. Не, ну подожди. А, мне надо купить коробку конденсаторов, а не обмен. Хм. Хм. Новосей никаких нет. Опять пустой ящик, как обычно, в принципе, ладно. Так, генерал Воронин, пока. Почему пока? А почему не привет? А сразу пока. Так, здесь у нас ничего нету. Ты что, один, что ли? Ну, типа, вот этот вот и там и всё? Почему так мало-то? На что я могу обменять? Монетки, я думаю, можно. Давайте так и сделаем. Наконец-то я тебя нашёл. Боже мой, сколько лет, сколько зим? Я нашёл дозиметр. Я нашёл дозиметр. Ай. Сколько радиации? А, 60? Фух. Оказывается, я всё вывел почти. Но, мне кажется, лучше до конца вывести, чтобы... А, чё там у нас по радиации? 60. Да-да-да-да-да-да, я понял. 60, 60, 60. Ну, тогда давайте, кстати, отсортируем эти таблеточки. Давайте-ка выпьем ещё одну водку. У нас точно её не было, чтобы она нас не мешала. И шуба нас не тревожила. И давайте-ка мы, кстати, надеем опять вот эту вот херню, что у нас установили с ТП до конца. Так, а ты чё, сам не хочешь болтать, что ли? Чё, борзый слишком, да? ЧСВ, всё, я понял. А почему командир вас стоит вот здесь? А что за дебилизм? Стоп. А, всё. Ноль. Ноль микрозивер. Это отлично. Давайте-ка мы, кстати, что мы сделаем? Что мы сделаем? Что мы сделаем? А, выпьем таблеточки, которые у нас... Останавливают состояние вот этого таблеточка, да. Последняя осталась. Класс. Надо будет ещё подобрать их побольше. Вот. Он не разговаривает? ЧСВ, блин, стоят. А, класс. Это троллинг. Никто не хочет говорить, типа, подайте к командиру, а его тут нету. Мне кажется, стоит перекусить вот это вот хернёй. Консервами. Называю консерву, то есть иду хернёй. Класс. В зоне безотакой уже жизнь отдали. Это ты командир. Сучка. Я уж обрадовался. А, стоп, а зачем это деталь, если у меня есть дозиметры уже? Вот, сучка, блин, почему у вас в подвале заминированные тайники? Что это такое? Объясните. Так, вот только не надо мне, пожалуйста, радиация опять. Хорошо? Спасибо. Там собаки. Так, вроде не заминирован. Оказывается, когда кладешь свои вещи, он, типа, не деактивируется. А когда что-то забираешь, тогда только деактивируется. Асс. Так, продаём за тысячу. Давай, забирай. Дозиметр у нас есть, поэтому можно продать будут эти вот детальки, которые у нас имеются... Точнее, обменять. Так, дозиметр сам... Ой, господи. Детектор продаём. 20 тысяч у нас с того есть уже. Ну, слушайте, это всё равно мало, чтобы купить себе нормальную бронь. 200 рублей ещё. 23 патронка у нас есть. Кстати, прицел чё-то 600 рублей. Хм. Нет, я это продавать пока не буду. 2 400 аптечка? Что? Ааа. 2 400. А что у тебя... Что? Ааа. 2 800, 3 300. Слушайте. Слушайте, ребята, выносливость нет. А у тебя что-нибудь от радиации? У тебя самогон есть. 2 950. Вообще замечательно. 5 тысяч. Нет, слушай, много. Слишком много, слишком много. Что ж тебе ещё такое продать? Старая книга за 100 рублей? Нет. 3 100. Это что-то такое? Пиво. А, нет, газированная вода. Что ж тебе ещё такое? Коготь кота за 1000? Нет. 3 300. Слушай, 3 100. Давайте так сделаем. Зато у нас теперь есть аптечка. Слушайте. А. Я теперь перегружен. Класс. Кстати, у меня ребята сказали, что это можно продать за неплохую цену. Вот. И давайте попробуем обменять это, что ли. 100. 900. Пакетка на плене. 1050. 10400. Слушайте, почти, почти, почти. Да. Слушайте. 10400. Решил я зайти в бар и купить себе рюкзак, потому что у меня веса, сами видите, мало. Очень-очень мало, да. Зато у меня теперь есть рюкзачок. Класс. Всё, теперь я могу просто глядь... Ха-ха-ха-ха. Какие у меня глаза, космос, смешные. Просто глядь его лицо, когда купили рюкзак у бармана. Кстати, насчёт уголька. 500. Ни у кого больше нету древесного угля? Хм. Работа есть. Самогон. Самогон 3. У меня 2 самогона, кстати. Ха-ха-ха-ха. Слушайте, отличный бартер, я так скажу. Тогда тебе уголь, что тебе ещё можно отдать? Уголь. Хотя нет, уголь я себе поставлю. Не-не-не-не-не-не. 50. Хотя... Слушайте, уголь нас забирает. 120. Что-то надо ещё ему положить. Тогда будет вообще офигенный обмен. Так, что же тебе ещё такого отдать? Сигарет? Нет, слушай, сигарет это слишком дорого для меня. А тогда вот так. Так, а сколько тебе надо самогона? 3. Ну так я нашёл самогон. А что не так? Лугу мутантов зачищено. Подожди, а самогон? Что ты всё пройдишь, блин? Здорово, педик. Задание выполнено. 800. Класс. Так, свобода нет. Всё, у тебя больше работы адекватно нету. Хорошо. А, посмотрите, что у тебя что-нибудь прибавилось? Убавилось? Не? Непонятно вроде пока. Где 800? Не, слушайте, 27 тысяч у нас имеется, тем не менее. И надо ещё один этот купить угля. Я, чтобы сдать уже по квесту его. Надеюсь, мне за него дадут достаточно много, потому что уголь я деньги потратил. Сталкеры с рейдер вернулись. Классно. Очень. Рад за них, конечно, но мне это не надо. Кстати, можно сюда вот поставить эту штуку. По-моему, не уменьшается. Это офигенно. Но мне надо купить уголь, а угля у него нету. Хм. Так, а что, кстати, по самодельному... Ой, господи, точнее, по спальному мешку. Плотная синтетическая ткань, точнее, нить и камуфляжный брезент. Давайте-ка найдём их. Кстати, два угля. И там один уголь есть. Хм. Прошл обмен. 200. Пошёл нахер. Псина. Вот ещё один уголь. 150. Отлично. Всё. Будет у нас уголь. Только надо что-то отдать, чтобы получить уголь. 100. Квест. Так, ну что, мужики? Знамь выполнена. 5000. Ну, слушайте, окупились, окупились. Да, да, да. Так. Обрез винтовки Мосина. Обрез винтовки Мосина. Это, получается, маленькая такая писюлька. Я понял. Да, так и буду стоять и молчать. Ты что-то против имеешь? Только поимей. Так, слушайте, ПМ можно кому-нибудь одиночнее там отдать? Попробовать. Так, а по работе что у тебя есть? Так. Отомстить. Давай сам сдохнет, типа. Работа есть? Выверт. А ещё чё-нибудь нету. Понятно. Пошёл нах... Ломать мясо. Ладно, найду тебе ломать мясо. Постараюсь. Так. Работа есть? Бинта. Да, есть бинта. Опять окупились, типа. Форт 17. Просто берём квесты тупо и всё, и ладно. Жору купец. Пошёл нахер. Так. Ну, получается, что у нас 35 тысяч имеется. Это всё равно недостаточно, чтобы просто... Да? У тебя какое-то хавно полнейшее. Кстати, у нас есть самогон. Как я понял, самогон там 4 деления, да? Потому что он не хочет. Не хочет. Он никак. А что у тебя за работа? Ничего нету. Хорошо. А самогон у тебя есть? Так. 300. Шутка про тракториста. Аха-ха-ха-ха. Смешно. 200-300. Шутка про тракториста. Аха-ха. Так. 400. Нет. Слушайте, не то. Ммм. Где же мне найти вот эту вот херню? Хотя ладно. Потом как-нибудь найдём и скрафтим себе по пути где-нибудь этот спальный мешок. Да. Но мне в любом случае надо, фанат, привет и пока. Нужно самогон. У тебя есть самогон, кстати? Какая-то прикольная вещь. Вещь. И давайте-ка ещё мы съедим. Батончик. Во. Прям до фула мы и сделали. Всё офигенно. Всё найс. Да, мы, конечно, полсерии провели в этом баре. Ну а что поделать? Да. Придётся. Приходится. Приходится. Ну и всё получается. Тогда можно идти уже в сторону кордона. Я думаю, тоже мы сходим. Потому что там есть очень много чего интересного. Поэтому, да, идём в сторону кордона. Ну, 11 микросиверт это вообще ничего в этой эре. Жить можно. И даже нужно. Поэтому сейчас просто берём и запрыгиваем, мать вашу, вот сюда вот. А что-то есть у нас хороший ящик, которым можно сломать и получить там сюрприз. Гранаты и патронки. Офигенно. Кстати, насчёт патрона. Мне надо патронки повесить. Желательно. А, у меня патрон нету. А, то есть вы рофлите, да? У Игоря один дозиметр попался, и потом второй, и у меня, да? Просто классно. У меня слов нету, да? Это ДТР. Тут всё, которое не выпадало, оно теперь выпадает. Хм. Ну да. Перейти в отличную локацию? Конечно. Всё. Отправляемся на свалку. Там кто-то воюет? Что? А кто-то воюет? А кто-то может воевать? Я надеюсь, меня долго сейчас не грохнут. Типа, я не очень хотел бы, чтобы меня грохнули. Спокойно, мужик. Спокойно. Я убрал оружие. Чего вы меня отцелите-то? Так попробуйте меня грохнуть. Я вам грохну, блин. Я мочко грохну. Тут, как сказал Игорь, на самом деле опасно с этими NPC-ми общаться, потому что они тебя могут просто взять и грохнуть в любой момент без причины. Поэтому просто идём спокойненько в сторону кордона. Да. Я надеюсь, они хорошие. Он так просто воет стволом свои, мне страшно. Так, тут у нас имеется тайничок. Надеюсь, там что-нибудь. Камуфляжный брезент. Это то, что нам надо. Там, получается, осталась одна деталька всего лишь. Я могу делать себе спальный мешок. А, нет, ещё две детальки. Ну, не суть. Это самые две детальки такие, лёгкие, которые получить достаточно просто. Одна, кстати, имеется болт. А, на Б. Здесь у нас имеется ещё детектор, патронки и инструменты ещё одни. Но мы их продадим, потому что нам зачем ещё такие же инструменты. Поэтому, да, просто продадим их и всё. Будет нас вообще чики-пуки-найс. Продавал на рынке спайс. Ой. Что-то я с мыслями сбился. Ах, да, идём мы в сторону коридона. Так, ящик живой, нет, пустой. Всё, получается, идём. Там собаки. А-а-а. Так, я вроде оторвался от собак. Слава богу. Они такие за мной побежали. Такой, опа. Сразу на возвышенность они такие сразу убежали. Я опять побежал, они опять за мной. И мы там такие, типа, ладно, пацаны, бросьте его. Пусть он бежит дальше себя. Обана. Зомбированный. Добрый вечер. Добрый вечер. А что мы с вами делать? Ладно, не буду вас тревожить. Просто идём в сторону коридона. Спокойно. Мужики, я вас тревогать не буду. Не-не-не, даже не думайте. Не-не-не-не-не. Как много здесь мышь, бля. Там такое происходит. У Игоря вообще есть наёмники были. Аж я охерил просто. А такой наглости на наёмники делают. Что они вообще тут забыли на свалке? Алё. Алё. Ну ладно. Окей. Хоть не заминирован. Спасибо. Ты волыны не свети, нехрен. Тут, короче, бандиты чё-то сдохли. 43 килограмма. Бля. У нас почти перевес, ребят. Кстати. Ой, тут радиация. Ой, не-не-не-не. Спасибо. Крыски побежали. Ть, серьёзно? Дядь, ты долбанулся, что ли? Я помочь ничем не могу тебе, чувак. Всё. Нет, сори. 43. Ладно, давайте-ка водочку опять бахнем. В принципе, не критично. Но и водка. Пусть выводит радиацию. Потому что она мне здесь не нужна. Вообще. Ты серьёзно? Вот сдох. Ты серьёзно, чел? Я только отошёл от тебя, ты сдох такой, типа. Ну ладно. Так, ты мой. Это 100%. Только попробуй обыскать его. Так, ну вроде я обыскал его. И почему я дебил? Почему я дебил? Объясни. Объясни, тварь. Почему я дебил? Ай, выкини нахер от это. Тоже выкини нахер. Так, отлично. Я смог вырваться отсюда. Сейчас про радиацию. 4 всего лишь. Изи. Всё, идём в градон. Спокойной душой. Только давайте-ка сидим вот эти таблячки, чтобы нас не шатало туда-сюда. Ну и всё. Так, здесь тайник. Давайте-ка моё уши выкинем что-нибудь. О, уголь. А, ты не заминирован, да? Чё-то я их не заметил даже, кстати. 3 килограмма уголь весят. Слушайте. Слушайте, ребята, это... Не-не-не-не-не. Всё-таки уголь я выложу. Потом вернёмся за ним. Ну а сейчас нам надо двигаться просто в градон и всё. Так, я слышу бандитов. Поэтому ладно, давайте-ка мы зарядим ружьё наше на всякий. Вот. И пойдём в сторону, как я уже сказал, деревни новичков. Это наша основная цель сейчас. Так. Не заминирован. Отлично. И всё вроде бы. Либо, подождите, книжечка какая-то имеется. Старая книга. Давайте-ка возьмём. А чё же нет? Да, звук радиации есть, но радиации нету. Хм. Интересно. Интересно. Так, мужичок тут у нас сделал костёрчик. Кстати, у тебя работа есть? Мясо с кабана. Слушайте, а у меня с кабанов у меня нету? Или есть? У меня с тушкана. У меня слепого пса. Нет, у меня кабана нет, к сожалению. Кстати, лист. Жопик лист. Ха, смешно. Да, понимаю. Берём так. Да, пацан, купишь себе валы, но где-то в 2200. Мужик! Мужик, давай обмен. 40, 200. Ща мы чё-нибудь обменяем. Там, кстати, одиночки чё-то ходят. И самогон. А, перевес. Здорово, шустрый. Я тебе тут, это, стрягу привёз, слушай. Ты серьёзно что-нибудь покупаешь? Ты дебил или как? А, ты говном торгуешь. Понимаю. КПК-600, да забирай нахер его. Форт-17, а ещё что-нибудь... Понятно. Всё с вами ясно. Ладно, ребят, на этом, я думаю, закончим. Да, но теперь большое спасибо за просмотр. Не забудьте кликнуть по кнопочке и подписаться. Колокольчика и лайка под этой серией. Не забудьте писать комментарий под этой серией. И с вами был Бессинский. Не забудьте оценить видео от лица Голдмана. Ну и всем пока-пока. Увидимся в следующей серии. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok